Поэзия судьбы Если они поклонялись, то сходили с ума действительно миллионы советских граждан. Но я бы хотел провести сравнительное жизнеописание, выражаясь терминологией Плутарха. Вы помните, у него был замечательный труд сравнительное жизнеописание. Цезарь, Александр Македонский и так далее. Так вот, я бы хотел сравнить, ну не то чтобы сравнить, но так сказать провести некоторые параллели между индивидуальностью и творческим путем Леонида Хритонова, советского артиста, и всем известного ныне по всему миру Брэда Питта или по паспорту Уильяма Брэдли. Итак, действительно мы знаем, что в разных странах бывают часто похожие по своей типологии герои. Герои и в политике, и в шоу-бизнесе, и безусловно актеры, кинематографы, театра. Леонид Хритонов, конечно, сейчас многими забыт, потому что действительно его такая вспышка славы в 50-х годах, она как-то быстро сошла на нет. С одной стороны, с другой стороны, вы понимаете, герои советского кинематографа, если это не персонажи антисоветского кинематографа, такие как были отсняты Тарковским, Праджановым и так далее, они очень временные и местные. То есть они понятны исключительно вот на отрезке времени и в контексте нашей советской родины. А голливудские персонажи, они, безусловно, нацелены и изначально, как бы вот всей своей сценарной, что называется, частью, они нацелены на понимание и успех всей мировой аудитории. Тут вообще очень странно, сложно понять, то ли аудитории диктуют, то ли аудитории диктуют. Я думаю, что это очень взаимосвязано в данной ситуации. Ну что же, для начала, для такой затравочки, как сказать, да, я попрошу аппаратную вам поставить маленький отрывок, песню из кинофильма 1955 года «Солдат Иван Бровкин». И эту песню исполняет Леонид Хритонов. Не для тебя ли в садах наших вишни рано так начали зреть? Рано веселые звездочки вышли, чтоб на тебя поглядеть. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А теперь сразу, без большого моего перерыва на мои комментарии, поглядим на фотографии Брэда Питта. Вот сейчас вы увидите ролик с этими фотографиями. Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот сейчас вы поглядели на, так сказать, материал и можем начать сравнивать. Видите ли, действительно такое, с моей точки зрения, несколько очевидное сравнение, потому что если взять фотографии юного Брэда Питта и юного Леонида Харитонова, там какие-то есть такие легко уловимые схожести во внешности. Ну не только потому, что блондин и немножко такой носик в направлении курносости нет, а именно в плане вот какой-то такой общей, общей внутренней энергии, что ли, да, общего контекста всего. Но контекст социальный, контекст, в общем-то, такой географический, он их сильно разнит. Почему? Потому что, видите ли, здесь не то, что другая эпоха, а тогда уже все это было в 50-е годы, если вспомнить Джеймса Дина и так далее. Конечно, открытая сексуальность. И сексуальность, выставленная не только на показ, но и на продажу. Конечно, этого не было в СССР. Там все это было, даже если было, то несколько случайно. Несколько случайно. Ну, Эйзенштейн в этом понимал, но, видите ли, Эйзенштейн рано ушел из жизни. Так вот, вся разница действительно в социально-экономическом контексте. Как использовать? Вот есть некая натура, да, вот некий материал, неважно, что там, дерево, металл, камень, все. Практически, ну, практически одинаково химического, биологического состава, неважно, все. Психофизического, если мы говорим об актере, да, вот, как режиссеру, мне это ближе, это слово-сочетание, как режиссеру. Так вот, дальше как использовать? На Западе одно, у нас другое. И сейчас, по ходу нашей передачи, вы посмотрите какие-то отрывки из фильмов с участием и одного, и второго артиста, и поглядите, как, в каком направлении все это развивалось. Сразу скажу, что с моей точки зрения, она, можно, там, ругать, называть субъективной, но, видите ли, точка зрения, она тем и прекрасна, что она очень индивидуальна. И если она очень индивидуальна и субъективна, она отнюдь не может, как бы, почему она точно должна быть необъективной, я не понимаю этого. Если умный человек, если он, по крайней мере, знающий, если он располагает информацией, если он располагает материалом определенным, провел, простой логический анализ, изучил факты и высказал мнение. Это, с одной стороны, субъективно, поскольку это его работа, а, так сказать, субъекты, с другой стороны, это суперобъективно, потому что, а давайте поспорим, очень сложно спорить. Хотя у нас любят, знаете, сейчас в интернете, когда там что-то я публикую, какие-то статьи там, недавно в блоге на «Эхо Москвы» что-то написал там и так далее, и все там анонимки, 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 как раньше при совке были анонимки письменные, а сейчас даже не надо никуда ходить, пишут, пишут, вот там, значит, что-то такое, все прочее. И это очень смешно читать, и такая, получая всегда удовольствие от этого, потому что вот человек сидит, мучается, что кто-то кого-то публикует и показывает, кого-то не публикует и не показывает. И все получает от этого истинное наслаждение. Ну, это отдельная тема. Так вот, сравнивая этот материал, сразу скажу, что мне кажется, я думаю, что я могу на этом настаивать утверждение, карьера итоговая, хотя как бы Брэд Питт сейчас еще продолжает работать, но мне уже понятно, куда все это идет, она очень схожая. И Харитонов начинал с такого вот красивого, романтического юноши, Брэд Питт начинал. Потом у одного был взлет, тоже фильмы, вот, Иван Бровкин, или «Сполнание ожидностей», «В добрый час», там были потрясающие советские эти все фильмы, вешанной популярности. И он не смог перерасти в артиста такого с возрастом, с интеллектом, с драмой, хотя очень хотел, мы об этом поговорим, и какие-то маленькие шансы на это имел, душевно-профессиональные. Брэд Питт, у которого, конечно, нельзя их карьера сравнить в плане таких показателей, ну, что ли, статистическо-экономически глянцевых, конечно, Голливуд, конечно, «Современность», конечно, все эти журналы, хотя там тоже был советский экран, столько миллионов читал. У Брэда Питта было много выдающихся фильмов, потому что там индустрия, там режиссер, и он попадал, даже при том, что он далеко не Дирк Богорт, и далеко не Смоктуновский, и не Лоренс Оливье, по таланту, но, как это ни странно, при его вот этой внешности глянцевой, он не бездарный актер, как бы вот многие говорили, люди моего плана такого саркастического, он далеко не бездарен. И какие-то фильмы, просто выдающиеся, с моей точки зрения, как он работает, и знакомьтесь с Джо Блэк. Знаете, вроде бы там ничего делать не надо, но вы попробуйте так ничего не делать, чтобы так свести мир с ума. Блистательно работает «Темная сторона солнца», фильм 88-го года, который 10 лет не выходил на экран, там его долго редактировали во время войны в Югославии. «Изумительный фильм, поглядите». Тоже вроде бы он играет сам себя, вот юноша такой, драматическая история, но попробуйте с таким обаянием это сделать. Ну и он как-то очень попал точно, вот в «Тельми и Луизе», да и везде-везде он попадает. Но! Был взлет у Харитонова, и эти фильмы качественные, а потом пошла какая-то мишура. И то же самое у Борода Питта. Все его эти боевики, однотипные, убогие, последних лет. И когда он сейчас стал уже таким заматеревшим, таким, после 10 фитнесов, таким, значит, вот... Там ушло самое главное, там ушла вот эта непосредственность, вот этот вздернутый носик, эти глаза светящие, все это уходит. Ну и остается бизнес. Ну что бизнес? Ну бизнес и что? Можно с таким же там успехом торговать там тапочками, фруктами какими-нибудь, неважно чем. Видите ли, очень важно, как развиваться. Здорово, хорошо начать, но самое-то важное, как закончить. А сейчас я хочу, чтобы вы поглядели такой, еще один отрывок из фильма Иван Бровкин, солдат Иван Бровкин. Это песня. В фильме он такой парень, как его называют, непутевый, вот, обаятельный, хороший, добрый, дивный. Ну, ничего у него не получается. Ну, там, и туда устроился на работу мощником машин, там чего-то шланг вырвался, у него все залил. Там, на работу устроился еще где-то в деревне, опять там набедокурил, ничего не вышло. Ну, и так далее, и так далее. Ну, такой типичный русский Ванька, но обаятельный, очень добрый. И вот песни Непутевого, которые сейчас, этот отрывочек из фильма я прошу аппаратную поставить, ну, с моей глубоко субъективной, объективной точки зрения, он снят так, думаю, что ненарочно, как, видите ли, с такой психологической подоплекой, с напряжением, такие крупные планы. Там, в этом отрывке вы еще увидите замечательного артиста советского комедийного Михаила Пуговкина. Потом, после этого мы посмотрим отрывок из фильма с братом Питом. Ну, вот, пока посмотрите этот кусочек из советского фильма. Эх, гармон, хоть душа твоя огонь, Голос твой медовый, одинокий мы с тобой, Говорят хозяин свой, парень и путевый. Сололей о беде узнал моей, Вечно петь готовый, выбрал песню позвончей, Видно этот соловей, Тоже непутевый. Да, ну, видите ли, как я говорил, если на Западе, как вы видите, там, фитнес, там, 100 долларов сразу видно, 1000 долларов, там все очень по копейкам посчитать можно, там сексуальностью торгуют сразу. А у нас она как-то получается так, ну, случайно. И какая-то она такая, как вот, вроде неказистая, Но от этого она не всегда проигрывает в нашем отечественном искусстве. И интерпретации могут быть самые различные. Этим в искусстве хорошо, что один видит одно, Другой другой, А Фурцеву утверждает совершенно третий. И вот сейчас еще один отрывок Из фильма, Замечательного фильма. Знакомьтесь, Джо Блэк, Где играет выдающийся артист, Драматический шекспировский артист, Театральный артист Энтони Хопкинс. И Брэд Питт. Кстати, обратите внимание, Как Харитонов был фантастически похож на Брэда Питта. Вот в первом кадре, Когда он так подбородок положил на, Гармошку. Да. Ну что же, сейчас вот посмотрите, Этот отрывок такой очень напряженный, Очень психологический, Очень с некой подоплекой определенной. Не скажу вам в эфире, какой вырежут. Этот отрывок между Брэдом Питтом и Энтони Хопкинсом. The question. Am I going to die? Yes. Am I dreaming this? Are you a dream? I'm not a dream? You're coming to take me. What is that? And who the hell are you? I'm not a dream. Ты? Да. Кто я? Ты? Дорога. Да, видите ли, действительно потрясающая игра, потому что долгий, крупный план, его надо держать, его бы держать, особенно Энтони Хопкинс. Конечно, качество пленки потрясающее, потому что, ну что, в СССР снимали такую пленку, что там было 90% брака без всякой цензуры, вылетало по этой причине талантливые фильмы. Конечно, другое, антураж, стилистика, эстетика, все другое. Но, тем не менее, кстати, возвращаясь к фильму «Солдат Иван Бровкин». Видите ли, при всей моей вот этой вот, так сказать, вызывающей у многих, так сказать, несамодостаточных личностей какую-то неприязнь с набиизмом и там всем прочим, я не считаю, что вот эти некоторые советские фильмы надо как бы скидывать с прохода с корабля современности, выражаясь языком постсеребряного века. Понимаете, в них, их можно смотреть и в плане ознакомления с историей, их можно смотреть и в плане, знаете, все-таки это сказки, да, ясно, что там не было такой деревни, все это идеализировано, не было таких дивных отношений, там было тоже и пьянство, и убийство, все прочее. Конечно, не так, 50-е, не так, как 80-е, когда 80-е уже развалилось, сгнило все там до основания, когда там говорят, что вот Беловежская пуща, несколько подонков, ну, они могут быть сколько угодно подонками или не подонками, но сгнило, ну, все сгнило, страна сгнила, надо понять надо, честно это надо понять, потому что система была нежизнеспособна. И, действительно, 50-е годы там еще, ну, и пели люди в деревне, это правда, гармошки там все, и, ну, да, и рыба была водилась еще, потому что все эти НИИ, научно-исследовательские институты еще не все химикатами залили в 70-е годы и так далее. А что-то было, что-то было. Я помню даже вот, когда купили участок на окраине деревни, вот, как дачный, когда я был совсем маленький, родители, я помню, что какие-то кто-то даже что-то пел, там, молодежь была, что-то пели. Потом эта вся молодежь переехала лимитой в, потому что лимита до этого была раньше, ну, я так по инерции называю, термин использую, переехали в город, и теперь мы имеем Москву с, знаете, как, молоко, Москва с диким этим открытым, переоткрытым, с множеством ударений в слове. Все они москвичи теперь, они теперь здесь массовая культура, они теперь тут в кино ходят, в театр, поэтому они входят на то, что им понятно, под них делают теперь жанры, там, новая драма-боевик, молодежная комедия есть тоже, вот, там, если кино взять, там, чтобы они попкорн жрали и смотрели, какая-то там бессмысльница происходит. Вот, это, конечно, трагедия, я считаю, что не так, то есть, с одной стороны, для личности, для развития личности, конечно, потому что не было у крестьян на деревне Паспортовцев, и было, это в начале СССР, и было крепостное право, это очень плохо, ну, конечно, очень плохо, ну, очень плохо, ну, прямо, ну, вообще, да. Но, видите ли, это, как бы, в теории плохо, да, и для личности плохо, но в целом, ну, хорошо, ну, вот сейчас, как бы, все это, им дали паспорта, свободу передвижения, и MTV, и они, сериалы, они хотят уже жить все, как, там, в Санте-Барбаре, как, в других сериалах, и сразу, вот, в столице, потому что других городов для них нет, для них только сразу, вот, там, значит, Москва, Нью-Йорк, все. И прочее. Слов других они не хотят знать в Нижнем, так сказать, не скажу в чем. И они, оказывается, все тут. Ну, хорошо, оказались они тут, и, в общем-то, это, с одной стороны, было бы здорово, если бы такие вот, Ломоносов, эти те, кто достойны, они всегда оказывались тут, без всяких, там, социальной лестницы, за которую так обожают СССР. Всегда она была. Все приезжали, Ломоносов, если есть талант, да идет, если есть талант, пробьется, точно. И образование было уже в 19 веке, на самом деле, кому надо. А когда всем раздали учебники, самая читающая сторона в мире, ну, самая непонимающая сторона, ничего в том, что она читает в мире, оказалось, как мы понимаем. Вот в этом великая трагедия, что есть слова и есть, что за этими терминами ничего не стоит. Читающий, но непонимающий. Переехавший в город, но, знаете, легче, как там, выбить, вывести девушку из деревни в город, но совершенно нельзя выбить деревню из девушки, да. Вот в этом трагедия. Поэтому, как хорошо было, мог быть, и в деревне без паспортов, и там такая доброта была, видите, наивность, какие красивые лица, глаза. Хотя, вот говорят тоже, вот деревенский парень, Иван Бровкин, в исполнении Леонида Харитонова, посмотрите, какие глаза, какая чистота, только в деревне такие могут быть. Но, теперь, значит, к биографии этого артиста. Леонид Харитонов родился в Ленинграде. Сначала учился на юридическом факультете Ленинградского университета, потом перевелся, он захотел стать артистом, актером, он поступил в школу-студию МХАТ, окончил ее, и очень любил театр, настоящий театр, то есть серьезное искусство. В общем-то, видите ли, тут и совершенно и не пахнет вот тем, о чем мы так радостно, радужно говорили только что. Ну что же, я, по-моему, очень часто так долго-долго вам всякие свои мнения высказывал, а теперь еще немного отрывков из кинофильмов. Вот, с моей точки зрения, сейчас есть смысл посмотреть, да, вот что я сейчас попрошу аппарат на вам поставить, отрывок такой, тоже из фильма Иван Бровкин, солдат Иван Бровкин, с любовной сценой по-советски. Вот как ее у нас там понимали, допускали показывать. Иван Бровкин, вернувшийся из армии, со значками. Любаша, Любаша, значит, просто Марлен Дитриховской красоты, Любаша, которая его ждала, которая вот за березой там стоит, его ждут, уже ясно он приехал там на этом, чем там на пароме теплоходе, не помню. И вот, и там, ну, в общем, вы сейчас посмотрите, я прошу вас аппарат, поставьте. Маша! Здравствуй, родная. Здравствуй. Говорят, ты уезжаешь. Куда? Как будто не знаешь, куда. Нацелено. Да, но это не я, это мы уезжаем с тобой вместе. Почему ты решил, что я поеду с тобой? Даже не посоветуй. Ну, Боже, ромашка моя. Справим свадьбу и поедем. Если ты меня любишь, ты никуда не поедешь. Я не могу не поехать, я же слово дал, понимаешь? Понимаю. Просто ты меня не любишь. Любашка. Не любишь, не любишь. Вот глупая. Там дурак. Да, вот такая, значит, любовная сцена. Кстати, я немножко неправильно сказал. Это, как бы, вторая часть фильма, которая уже называется «Иван Бровкин на целине». Ну, в народном сознании это все Иван Бровкин, который распадается на эти две как бы серии. Хотя это не серия, это разные части, снятые с четырехлетней разницы. Мы об этом сейчас поговорим. И сразу вслед за этим отрывком я вам хочу показать романтическую сцену с, как бы, вот такой спарным вариантом, голливудским вариантом Леонида Харитонова с Брэдом Питтом. Так, как выглядит романтическая сцена в фильме голливудском. Кадры из того же фильма, который мы уже смотрели, отрывок «Знакомьтесь», «Джо Блэк». «Джо Блэк». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Я сейчас смотрел вместе с вами еще раз и думал, вот интересно было бы так похулиганить и подставить, поменять партнеров, значит, артистку исполняющую Любашу Бродопиту, а, соответственно, и поменять наоборот, и вот этой девушке голливудской поставить Харитонова. Прямо вот как есть, прям с гармошкой, с котомкой там дембельской, или даже нет, почему, надо честнее переодеть вот его, вот это все, это здесь тоже лакировано, это все, это дело, тут фитнес, там лак, и в итоге получается, ой, ну не важно, что получается, все хорошо получается. Видите ли, да, вот такая разница, это разница прежде всего культурно-географическая, но тем не менее. А теперь возвращаемся все-таки к нашим уже делам, все-таки Родина, она превыше всех там этих голливудских дел. Видите ли, фильм, который упомянул Иван Бровкин на целине. Когда в 1955 году вышла первая часть фильма, которую, в общем, не должна была оставиться первая, просто отдельной, «Солдат Иван Бровкин», то никто не подозревал такого колоссального успеха. Успех был феноменальный, действительно. И вот постепенно поняли, что надо Бровкина идеологически использовать, и его бросили на освоение целины. Рассказываю для тех, кто родился в моем поколении чуть старше и чуть младше. Это проект, один из классических маразматических проектов советской власти, Хрущева. Значит, они думали, что надо поднять неосвоенные земли, чтобы рост экономики, все прочее. И посылали несчастных, там, добровольцев, комсомольцев, там, этих, окончивших вуз или из армии, на целину, куда-то, там, в Казахские степи, за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток, чтобы там в условиях либо вечной мерзлоты, либо, наоборот, там, где, знаете, иногда в степях, когда вспахать. Они же люди малограмотные, те, кто это придумали. Они не знают, что те ветры, которые там обитают, они вот эту всю, весь слой плодородный, они его весь и выметают, если вспахать. И в таких маленьких регионах, где такая же ситуация на Западе, там люди соображают, и либо такого не делают, либо сначала деревцы, деревцы, там, прикрыть как-то. А у нас просто вспахать, значит. Но не важно, нам главное сделать, потом уже думать. И вот туда отправились добровольцы, и послали туда Ивана Гворовкина. Вот видите, четыре года он уже немножечко, так сказать, окреп. Вот фитнеса тогда не было. Конечно, если бы был фитнес, то, конечно, Харитонов был бы на цельне уже просто, значит, ну вообще. И поехал он без Любаши, Любаш очень обиделся, очень обиделся Любаши. Ну, потом она присоединилась, но сначала вот он, не посоветовавшись с ней, как раз вы видите здесь, что он уезжает туда. Она думала, что он приедет к ней, и у них будет счастливая семья, вот как у Брэда Питта с этой девушкой. И, понимаете, она рассчитывала на это, она ждала его. А он приехал, ну, чтобы пообщаться с своей мамой Татьяной, которая гениальнее играет Татьяна Пельцер, вот, главная деревенская женщина, и сразу на целину, без всякой любви. И вот такая жизнь была. Два года, я не помню, сколько служили в армии, провести столько времени, и даже как-то не возбудиться, чтобы к Любаш вернуться надолго, а сразу захотеть после мамы на целину. Вот с мамой сказать здрасте, и сразу на целину, можно сказать, поднимать, там, спахивать. Ну, правда, там на целину отправился из первой серии Михаил Пуговкин, вот, который так, мы уже видели их сцену совместную. То есть он не один туда отправился. Но Любаш потом в конце присоединился, там, я помню, даже состав, вот, вагоны едут, и она в окно, и там шарфик, ветер, ветер, значит, в окно, и она смотрит, там такая песня, задорная, как-то, что вот, ух, сейчас мы тут все поднимем, там, так, что... Ну, в этих фильмах что-то... И вообще, эта передача такая странная, как бы, для меня, его эстетствующего сноба, вроде вот, это же дань детства. Я где-то, когда в 3-4 года, ну, что еще показывали в конце 80-х, начале 90-х, это и показывали. Я так и посмотрел, насмотрелся этого, я знал, я наизусть это знаю, эти фильмы, с Харитоновым могу, там, отыграть, сказать все тексты. Так что такая, да, не память детства. Тогда же я не знал еще, кто такой Брэд Питт, его вообще не было, он тогда еще, Брэд Питт, после первого курса в факультете журналистики, он уехал искать счастье в Голливуд. И начинал он с того, что там в костюме огромного цыпленка, почти табака, рекламировал какой-то, заходите в закусочную. Так что я тогда его не знал, он сам себя не знал, и у меня был вариант, два варианта, вот Иван Бровкин на цельне или Тегеран 43. Вот там уже такой полувозрелый Лен-Делон и замечательные песни, Азнавур и все прочее. Так, немножко, немножко смазанные Белохвостиковой, но это все-таки жена режиссера, тут, извините, подвиньтесь, тут все законные основания. Два варианта, и как бы я вот между ними, да этими двумя вариантами, между Тегеранской конференцией, между вот Иваном Бровкиным на цельне, так и воспитывался. Итак, еще несколько слов о Харитонове. Я вот сейчас все, ну так, значит, сарказм, 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 это, кстати, признак зрелости ума, я вам хочу сказать, в этом ничего плохого нет. Тем более, что у нас сейчас, куда не посмотришь, там все, значит, чиз, там какие-то дебильные ток-шоу, там дебильные сериалы, там никакой сарказм, там все, как, знаете, родные люди, такое название. Или еще это Громова, Гермолова мне сказали, что такое есть. Я думаю, боже мой, как же легко этот народ купить. Как-то читайте хотя бы Марка Твена, не обязательно там какого-нибудь Томаса Манна, ну Марка Твена почитайте. Знаете, замечательно, что, по-моему, Геккель Берифинт там сказал, что читал Библию, но бросил, когда узнал, что там тоже все умерли. Надо читать, надо читать приличные книжки вообще, да, даже в советской библиотеке были очень приличные книжки, я вам хочу сказать. Так вот, возвращаясь к биографии Леонида Хритонова, который у нас как бы первый главный герой, здесь не так все просто. Как говорил Евгений Втушенко, он же Гангнус по изначальной фамилии, он действительно очень серьезно относился к профессии, к театру особенно, к профессии театрального актера. Он верил во все это, он очень любил МХАТ, хотя играл он не только во МХАТе, но и в театре Ленинского комсомола, и не только. Очень верил в эту сцену, в этот дух, в это мастерство, в эти принципы. И, видите ли, у него, вот он прожил недолго, с 30-го по 87-й год, так относительно недолго, да, и там было три инсульта. Один в 80-м году, год Олимпиады, потом на съемках фильма. И вот в 87-й год, третий инсульт, после которого он скончался, он произошел в день, 20 июня 87-го года, в день, когда МХАТ разделился. Ну, кто не помнит, был единый МХАТ, и потом он распался на МХАТ Чехова, имени Чехова и имени Горького. Соответственно, в главе с Ефремовым, и часть ушла за Татьяной Васильевной Дорониной. Он очень переживал это, и вот надломленное здоровье не выдержало. То есть, я хочу сказать, что действительно человек, он был достаточно глубокий и очень интересный. Если вернуться к этой теме, поскольку она до сих пор больная, достаточно для многих обсуждаемый, вот этот раздел МХАТа, при всех положениях, при всех минусах, я все-таки поддерживаю здесь Ефремова, потому что надо было что-то менять. Ну, действительно, вы поймите, когда коллектив большой, многие не играют, многие не понимают, многие не хотят как-то развиваться. Не то, что там чего-то нового, нового не обязательно хорошее, а просто, ну, действительно, надо куда-то двигаться, ну, надо двигаться. И Ефремов это понимал, и он проводил соответствующие действия и политику. Те, кто остались как бы за бортом или не стали его поддерживать, они ушли здоровенные, все вполне здесь честные, объективные, удоровенные. Вот театр до сих пор остался, и можно там ходить, что-то смотреть. Если честно, для меня лично, опять мое субъективное, объективное мнение, там кроме со мной Татьяны Васильевны ничего интересного не происходит. Вот, но зато она одна, конечно, стоит, зато она одна сейчас стоит всего МХТ, переименовывая уже не МХАТ, имени Чехова, а МХТ. Академически сняли, что очень честно. Потому что там у Табакова идут какие-то, я не знаю, по-моему, антрепризы на все уровни. У Дарониной вообще непонятно, что идет, но зато, когда она выходит, редко она выходит, Татьяна Васильевна на сцену, ведь не надо ничего играть. Это такая личность, это такая харизма, это такое мастерство. Кто только может возрадоваться и быть счастливы, те, кто успели видеть, и сейчас еще можно посмотреть Великую Даронину на сцене. Но это маленькое лирическое отступление, мы немножко возвращаемся к Хритоновой Брэду Питу. Вот я хочу подвести здесь некий итог. Посмотрите, действительно, очень похожие изначально материалы физиологические, психофизические, ну, внешность, то, что режиссерам очень важно понимать. И какая разная, какая разная, все-таки, с одной стороны, биография в плане, вот, как использовали артисты, как здорово на Западе, как не очень здорово у нас. Но в то же время, как в итоге, в плане какой-то уже метафизики и совсем тонких моментов творчества, как похоже. И один не смог перерасти вот эту внешность обаяшки такого юноши, да, в плане ролей. Вот использовали его в этом качестве, и он не смог стать актером большого шекспировского масштаба. Вот Энтони Хоппин смог, Жан Габен смог, даже Аллен Делон смог, как ни странно. Они не смогли, потому что этот ушел в боевики, а тот почти не снимался, он не хотел играть стареющих парней из деревни, а других ролей ему не предлагали. И, ну, кстати, я сейчас вспомню, что одна из последних таких его ролей, которые запомнились, стали известными Харитонова, это, конечно, Москва слезам не верит, когда буквально он маленький кадрик сделан, поскольку действие происходит в 1957 году, действие первой серии фильма «Москва слезам не верит». И там московский кинофестиваль показывается, как бы из машины выскакивает вот этот Харитонов. И Муравьева, героиня Муравьева, там, заорала, помните, Харитонов, все. И, конечно, гениальный сарказм Меньшова. Вот здесь я вообще поражаюсь, Меньшов сейчас такой, прямо, ну, такой патриот, русопил, ну, перегрызет всем глотки, да. Но он снял фильмы «Москва слезам не верит», и прежде всего «Любовь и голуби», который, ну, не один Пентагон, ну, я не знаю, что, какие эти натовские гады не снимут такой антисоветчины. Помните, когда «Любовь и голуби» там расцветают на березах что-то, цветы выхлопами такими, и написано звездами «Эх, Вася». Посмотрите фильм «Любовь и голуби», это вообще гурчинка, дорожа, ничего не стоит, это же, ах ты. «Дети, вы имейте свою мать». Потрясающий фильм, самый антисоветский фильм. Но неважно, это другая тема. Так вот, появляется этот кадр маленький с выходом издалека, конечно, чтобы не видно было уже, так сказать, возраста, постаревшим Хритоновым. Фильм «Москва слезам не верит» и в чем сарказм Меньшова. За героинями фильма, за Алентовой и за Муравьевой стоит Смоктуновский. И его спрашивает Муравьев, а вы что, тоже актер? Он говорит, да, начинающий, Смоктуновский отвечает. И Муравьев гениально. Познавать начинаете? И спрашивает, а как ваше имя? Он говорит, ну, вы его не знаете. Смоктуновский. Ну, что? Так, ну, что, знаете? Нет, не знаю, и та не знаю. Вот именно, что звезда Хритонов после Ивана Бровкина, и никто, совершенно никто не знает в 57-м году великого, гениального Смоктуновского, действительно великого актера. Вот в этом и есть сарказм. И он, видите, как интересно, он исходит от человека, который вроде бы должен по своей всей позиции быть самым-самым реальным защитником всего простого, понятного и так далее, и так далее. Хритонов – это такая метафора, безусловно, как и Брэд Питт. Вот Брэд Питт – метафора голливудской стандарта внешности, красоты, успеха и так далее. То же самое и Хритонов – стандарт советской внешности, красоты, успеха и все прочее. И видите, какая странная смычка оказалась, если сказать, спайка, какая схожесть. И внешняя, и внешняя, и метафорическая. Личностная. Я уже не говорю про то, что три жены было у Хритонова, и вот на данный момент, пока сейчас передачу я делаю, пока три известных, ну, по-моему, две жены с одной не расписаны, у Брэда Питта. Там, видимо, еще дальше будет черт знает сколько, и усыновленных детей, и выточеренных, и жен. Но это неизвестно, это мне вообще неинтересно. Но пока ведь как-то все прям сходится даже по цифрам. Ну что же, я вам советую пересматривать фильмы не только новые западные, но и старые советские, некоторые, конечно, с определенным, так сказать, пониманием, но тем не менее, не забывать их. И сегодня мы, наша передача подходит к концу, я прощаюсь с вами. С вами был я, Евгений Понасенков, и программа «Поэзия судьбы». Спасибо. 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 Спасибо.